Вы думаете, я сейчас в море? Нет, я на студии Видеодоска. Сегодня мы в еще одной крутейшей студии компании Видеодоска, которая располагается на метровой ДНХ. Она не для общего пользования, она сделана специально для организации МЧС. Это студия премиального сегмента, которая расположена в достаточно просторном помещении и состоит из двух основных зон. Первая зона, где мы сейчас находимся, это зона интервью. Здесь мы видим возможность для мультикамерной съемки, мы видим мониторы для онлайн-трансляции, чтобы вы могли говорить с собеседником на другом конце мира. И вторая зона, которую мы видим, это уже зона с прозрачной доской для записи онлайн-курсов, проведения вебинаров. Тот формат, который уже многим из вас полюбился. Почему вы нас и смотрите? Как я уже говорил, это студия премиум сегмента, и поэтому здесь более расширенное наполнение. Мы видим это по количеству источников света, которых здесь множество. Здесь и заполняющий свет, и рисующий свет, и контровой свет. И, конечно, прозрачная видеодоска. Как мы видим, здесь она управляется с пульта. Уже привычные все мониторы для контроля спикером происходящего, чтобы он мог взаимодействовать с презентацией, видеть, что происходит. Иван здесь ответственный, самый главный человек, и вот от него и зависит то, как будет использоваться студия. Поэтому вообще как обычно используете студию, что делаете? Судию используем по всем фронтам. Видео, съемки, прямые трансляции, Zoom, Teams, фото. По максимуму все, что только можно и нельзя использовать. Чем больше чаще всего пользуетесь, и насколько вообще часто студия используется? Студия работает постоянно, чуть ли не круглосуточно. Мы постоянно что-то здесь делаем. Снимаем, фотографируем, еще что-то. То есть, ну, трансляции у нас много разных. Видеодоска вообще. Как спикерам удобно пользоваться ею? Может быть, какие-то вы заметили там минусы при использовании ее? За большой опыт съемок уже. Нет, никто не жалуется, и мне самому очень удобно. Пока ничего вообще не выйдет в плане каких-то минусов. В основном вот только плюсы. В студии премиум комплектации надо понимать то, что подставляется не только зона с прозрачной доской, но также зона интервью. В зону интервью у нас входят также телевизоры с дополнительными камерами. То есть, это также PTZ-камеры, которыми оператор, один оператор может проводить сразу съемками в двух студиях. То есть, вот как мы видели сейчас, общаясь с Иваном, то, что он, в принципе, может сам самостоятельно переключаться между двумя разными площадками в рамках этих студий. И также еще работать с крупностью кадров, со всем чем угодно. Иван рассказал, у них 40, может быть, одновременно разных спикеров в разных точках России и мира. И, соответственно, они все выведены, вы со всеми ними общаетесь. Так еще и вы в своей же студии можете переключаться с зоны интервью, где вы с двумя спикерами сидите. На зону с прозрачной доской, где у вас спикер уже работает с доской, что-то рисует, выводит презентацию. То есть, прям бомбезно. И самое главное, что это все использует и чувствует, как это классно. Монтируете вообще видео, если вот с видеодоской? Да, ну, я занимаюсь постобработкой, потому что не всегда можно снять за один дубль. А вообще, ну, то есть, из монтажа вы презентации используете, то есть, во время съемки? Да, 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 конечно. То есть, маркером рисуют, спикеры вообще как? Да. Скорее красно пользуетесь? Да. Вообще, в зоне интервью хромакей используете на каждый съемку? Да, да. А вы меняли, пробовали там черный фон сюда ставить? Нет, нет, нет. Мы снимаем видео для обучения, поэтому нам более чем достаточно зеленого фона. Контент по обучению идет, да? За нам да, да. То есть, для обучения МЧС. Мы переместили к суфлеру, это премиальный суфлер-видеодоска, который идет уже с более расширенным корпусом. Здесь также идет блок с микрокомпьютером. Пользуетесь ли с суфлером? Да, да, зачастую, так как у нас в основном это обучающий контент и информации очень много у спикера, и пользуемся достаточно часто. Вы как им управляете? С телефона или подкрутите? С телефона, да. Все с телефона. У меня, грубо говоря, на WhatsApp или еще какие-то мессенджеры скидывают текст, и я его уже через телефон загружаю. Это просто так, как бы приложение открыл, загрузим, все. А можно сейчас включить его, показать? Вот, соответственно, телесофлер в деле. Его нормально, хорошо видно из-за доски. У него очень широкий экран. Очень всегда можно вывести картинку с камеры, соответственно, у тебя в отражении будет, ты прям видишь себя, как ты все рисуешь, пишешь. Очень прикольно, удобно. Здесь в студии уже по нашим рекомендациям делали ремонт. Здесь можно видеть то, что потолки, стены, все выкрашено в черный цвет. Опять же, напомню, это для того, чтобы не было рефлексов цветных и вообще световых рефлексов от светильников, чтобы свет не отражался обратно в доску, потому что стекло требует того, чтобы затемнение с одной стороны было полное. Здесь использованы фоны на электроприводе, и пользуйтесь, не пользуйтесь вообще, какие есть плюсы и минусы у них? Пользуемся всеми. Абсолютно. Синий используем чаще, потому что, в принципе, у нас организация в логотипе, да, и, в принципе, синий цвет преобладает. Белый, серый отлично нам заходят в плане фотографий, как нам для сайта, так и какие-нибудь вставки в видео, допустим, обработки. Подсветка вообще, как пользуетесь у доски? Цвета какие-то определенные у вас, корпоративные? Тени, в основном, как я говорил, то зеленый и белый. Компания Видеодоска предоставила нам большой монитор. Конечно, это очень удобно. В итоге использую в полном объеме. Это очень удобно, когда у тебя 501 монитор, 501 камера, и тебе везде нужно видеть, что у тебя происходит, как и что. Это очень удобно. А, стримдеком пользуетесь? Да, конечно. Я подключал все управление камер сюда. О, красота вообще. Вот. То есть, также отемкой, ну, она сам для хромагея, но я сюда подключил камеры. Также очень удобно мне на них переключаться. Звуковой аудиомикшер пользуетесь? Да, всей системой звукозаписи. Пользуется полноценно, две тетлички. И, соответственно, два управления. Сегодня мы были на студии в МЧС, и мы очень благодарны им за возможность того, что мы установили у них эту студию. Мы рады то, что студия задействована действительно почти на 100%. У нее куча функционалов, которые используются. Мы рады то, что студии используются во всем своем потенциале, и то, что мы можем продолжать предоставлять сервис к этой студии, отвечать на все возникающие вопросы, если что, приезжать, помогать, что-то донастраивать. Также консультировать по возникающим проблемам. Для нас это ценно. Мы считаем то, что продукт должен предоставляться не только как одно какое-то устройство, но быть завернутым в красивую упаковку, из которой открывается что-то еще более волшебное. С вами была команда Видеодоска. Ждем вас на наших следующих роликах. А пока поставьте лайк, подпишитесь на канал, жмите колокольчик. Мы поехали дальше. Спасибо, что ты за мной камеру повел. Я должен был выйти из кадра. Спасибо большое. Спасибо этому оператору. Спасибо. 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 . Спасибо.